Наша съемочная группа совершила выезд на несколько детских площадок, чтобы раскрыть эту тему с разных сторон. Первое место, на которое мы отправились, улица Пугачева, дом 15. Дети наши все. Дадим им все. И мусор, и площадку. Опустевшая детская площадка, рядом с которой находится заброшенное здание. Вокруг заросли и земля, покрытая мусором, в том числе и травмоопасным. Местные жители ответить на вопрос, откуда все это загрязнение, не могут. Но подтверждают, что регулярно стараются самостоятельно производить здесь уборку. Я не вижу даже смысла что-то говорить. Не меняется. Зачем говорить, если не меняется? Бесспорно, общий антураж в сочетании с заброшенным зданием, которое представляет опасность для детей, не вызывает радости. Но здесь с качелями и каруселями все в порядке. А вот на улице Леволыбецкой, дом 38, дети сами решили отремонтировать качели. У которых исчезли сидения. Сначала вот так вот качались. Так, подожди. Как вы качались? Вот так вот сначала. Стой. Стой. А потом я увидела вот эти доски, разломала их и вот так вот положила сюда. Доски положили и начали качаться. Говорят, удобно, но есть пара недостатков. Ну так-то удобно. Удобно. Просто если катай вот так вот, раскачивайся, спинки у меня нету только. Мы не знаем, где их сделать. Скажите, как вы думаете, это нормально, что вы тут? Нет. Нет. Потому что у нас гвоздями тут. Да. Ну, что мы так вот тут гвоздями. Даже сзади меня гвоздь. Никита и Максим часто здесь гуляют. Поэтому опечалены тем, что на площадке исчезли качели, которые в прошлом году еще были. Они выразили позицию детей по поводу этой площадки. Описали то, что часто скрыто от взрослых. Воднялись. И видим то, что вот это, хотели на нее опереться, она вот так вот шатается. Да, и еще один минус. В этой горке вот тут вот кто-то тоже уже сломал вот тут вот ступеньки. И теперь даже детям неудобно подниматься вот таким ступеньком. Тут нужно песка побольше положить? Да. А так все? Чтобы сюда приехали грузопесочные. И вот сюда вот все положили весь песок. И еще чтобы отсюда камни убрали и всю эту траву. Ребята заметили, что все здесь нужно покрасить и добавить лавочек для детей и взрослых. Подобная ситуация, в которой дети сталкиваются с трудностями на площадках во многих дворах города. Где-то качели высокие, в других местах их нет. А как можно заметить, у маленьких людей есть свои требования. Возможно, поэтому многие родители, бабушки и дедушки отправляются гулять с детьми на общие площадки, расположенные в парках. Одно из мест, которые мы посетили – Нижний городской сад. В народе называется пьяный парк. Здесь достаточно хорошо. Качели, песочницы, наполненные песком – все есть. Здесь как-то экологический воздух почаще, все-таки транспорт подальше едет. И как-то здесь на самокате можно покататься, дорожек много. Здесь что-то развлекаловка есть, то поинтереснее. А во дворе как у вас обстановка? Ну, маленький двор у нас. Маленький дом и маленький двор. У нас есть площадка, но очень маленькая. И в соседних дворах площадок вообще нет. Не только вот такие старые облезлые железные остовы остались. Там штыри торчат в земле железные, у которых даже незаметно в траве. Такая ситуация царит на улице Тимакова. Эта девушка совершила марш-бросок с ребенком из района Дашково-Песочня в центр города, чтобы погулять в приятном месте. Однако и здесь уже некоторые карусели и качели требуют ремонта. Мамы и папы также отмечают сокращение числа лавочек на этой площадке. Среди прочих мест, которые посещают горожане, парк возле Дворца детского творчества – ЦПКИО. Это, конечно, хорошо, но многим горожанам принесли бы радость красивые ухоженные площадки во дворах рязанских домов. Ведь в каждом из них живут дети. Спасибо.